друзья всем привет слышно ли меня пожалуйста нажите в чат ваше имя откуда вы город и хорошо вы слышите и видите вы презентации у себя на экране сейчас несколько буквально таких момент чтобы было хорошо по трансляции вебинара и начнем так звук картинка есть хорошо все слышно ой задорожная киева это наверное алёна задорожная я не ошибаюсь смен слан сулимена круто или на так хорошо я так понимаю что люди еще присоединяются к нам но мы будем начинать хорошо вот и есть эхо так отвечаем и поехали сегодня я расскажу вам я представлюсь позже но расскажу вам сегодня файках о манипуляциях и хочу начать такой картинки вы их видите 2 себя на экране это принцип или я он показывает на нижней картинке что у него родился третий ребенок но на самом деле это вот если брать правильного ракурса но если посмотреть на эту картинку из другого ракурса смотрим верхнюю фотографию мы не совсем приличный жест который показывает один из главных одно главных правителей до великобритании поэтому когда мы говорим о файках мы больше говорим о манипуляциях но любви хотят очень простых решений люди хотят чтобы было чё это правда это ложь поэтому все что сложнее это уже запутывает это уже на объяснять это надо разъяснять этому мы и и манипуляция опять же не всегда плохо поэтому мы будем говорить о том как освещают информацию как нами манипулируют и что собственно делать чтобы не вестись на файки как их обезврежет я сразу прошу если у меня будут где-то проскакивать украинские а потому что родной мой язык украинский и на рус мне иногда бывает сложно подобрать слабо кто я меня зовут алёна романюк я более сети лет работы в сфере пиара журналистики и коммуникации в том числе кризисных коммуникаций я работала по обе стороны баррикад последние полтора года уже больше чем полтора года я веду проект поток потой big новым ту сторону новостей где опровергаю файки и рассказываю как работают манипуляции меня называют часть хулиганкой почему так расскажу чуть позже на конкретном кейсе два слова о проекте по ту сторону новостей это вот и наш песо вы такие мультяшные это сделали стикер проект практически ежемесячно получает вирусный пост вирусную аудиторию вот в прошлом месяце у нас более двух миллионов охвата аудитории как так как так получается а опровергаю информацию и фейки но это делаю очень простым и доступным языком как говорят люди и и разъясняю сложные темы очень просто будем говорить вот проект потай бекан охвата аудитории кстати немножко старый слайдик меня у нас сейчас уже 28 тысяч подписчиков это то и ежедельный аудиторию это шары лайки кем поэтому фейки и антифайки они тоже могут быть вирус опровержение могут быть вирусными они могут получать хорошие и охват аудитории как это сделать на примере мы будем рассматривать проекта задействовано а сейчас два человека это я и еще один журналист но у нас очень крутая аудитория наши подписчики нам ежедневно пишут десятки людей с просьбой проверить ту или иную информацию просьба и сказать это правда или нет причем у нас уже не писанное правило если больше людей просят проверить одну и ту же тему значит она видно я точно а уже и точно будет вирусным опровержение вот поэтому мы это наберем все началось и почему мне называют флига я вам расскажу о том как я запустила фальк только в рамках эксперимента на самом деле полтора года назад чуть больше ко мне обратились мои коллеги и говорят что есть вот такой проект по медиакамотности и там есть информационная компания нужно что-то придумать вот там есть какие-то статьи надо написать сделать на самом деле я могу это сделать но надо понимать для кого писать чтобы понимать что писать я начала я им предложила сделать концепцию проекта поскольку я пиарщик коммуникационщик и как бы всегда подхожу к делу с точки зрения стратегии тогда в 2018 году было исследование о том сколько людей могут отличить правду от вымысла от файка и в районе 52 процента могут отличить как оказывалось правду от файк я думаю господи я больше десяти лет работаю с и коммуникации я не всегда могу это сделать это каждый второй украинец может отличить правду файка и я решила что как же как же это можно проверить так сейчас мы посмотрим на самом деле есть проблема в том что 7 из 10 людей читает только заголовки и не читать тексты новостей кстати был очень прикольный эксперимент по этому поводу это издание the science post они опубликовали вот такую новость исследование 70 процентов фейсбук юзеров они не читают тексты новости но читают только заголовки как вы видите почти больше чем сто двадцать пять тысяч людей эту новость пошли у себя но что интересно вот это продолжение этой новости текст связанной текст есть только в первом абзаце дальше идет набор набор букв набор латиницей которые используют дизайн для того чтобы для того чтобы вместо какого текста в своих работ вот ребята из басфида они решили блин ну если даже вот такой файк показал сто двадцать пять тысяч вот видите сто двадцать пять тысяч ш что же будет дальше они на самом деле сделали большое исследование и действительно 7 из 10 людей они не читают тексты новостей поэтому большинство фейков или манипуляций они кроются в заголовках грубо говоря можно взять правильную новость но взять совершенно какой-то сумасшедший заголовок который будет кликабельным люди это обширят даже не читая у нас в Украине был интересный кейс когда в Запорожской области сказали что есть нашествие ядовитых пауков все шерри многие всеукраинские СМИ эту информацию пытались опубликовать у себя а в чем была суть на самом деле одно маленькое региональное издание зашло на сайт департамента здравоохранения где была новость была новость о том что надо очень тщательно проверять свою одежду после того как вы возвращаетесь из огородов или из леса потому что могут быть пауки тут какая-то такая подборка это алгоритм как действовать когда вы приходите домой где-то из огорода из леса из парка чтобы вас не упустил ядовитый паук на самом деле в Украине действительно есть два вида ядовитых пауков каракурты и прантуры но дело в том что сделали журналисты они взяли эту новость с камерой пастили но вместо этого вместо заглавия что будьте осторожны проверяйте одежду как было на сайте здравоохранения они сделали заглавие о том что в запорожской области нашествие ядовитых пауков информация стала вирусной вот так это просто делается с заголовками такого очень много поэтому если кто-то один говорит что за окном идет дождь а второй человек говорит что за окном нет дождя наша задача как юзера как пользователя или как журналиста не думать а кому же из этих двух людей мне доверять Саше или Маше а наше задание выглянуть в окно и посмотреть действительно там есть дождь или там его нет вот и все но это надо приложить усилия и обычно люди верят от Саши или Маши ну Саша же никогда не врал поэтому я поверю ему или это никогда меня не обманывала ну или я так думаю что не обманывала сейчас мы посмотрим с вами видео оно на украинском языке вот кое-что я буду пытаться комментировать не знаю сейчас посмотрим как это будет получаться я хочу чтобы вы его внимательно посмотрели и написали мне в комментариях что понравилось что не понравилось и насторожило а что вызвало может какие-то опросы отдельно пожалуйста обратите внимание на источник информации это кстати сюжет из самого рейтингового телеканала нашей страны это один плюс один и это самая рейтинговая новостная передача нашей страны так смотрим видео надеюсь всем видно и слышно сезон блискавок кулястых в першій половині серпня они могут накрити певдень и схиду края про це почали писати англомовні сайти нашествие остаточно невивченого природного явища пов'язують зі змінами в атмосфері че реально вберегтися від блискавок з'ясовувала валентина доброта куляста блискавка залишилась лид на ее руım я жива осталась чудом на стінах будинку через электрику и знесла половину даху chief'S ferv chủ в поршенье кулястая блискавка втілила помешканье цей жінки еще поза минула весня кулястая блискавка втілила помешканьа цхе жінки еще поза минулой весни кстати wordt приход home ж傭 aplaud submitted забути ніколи. Подивіться, масивная вогняна куля плеве у неба над Бангкоком. Цей природный феномен может триваться от кольких секунд до кольких хвилин. И где самая куля, разрядится, передбачить тяжело. Как она протекает, по сегодняшний день, на жаль, еще не понимает. Так же не существует однозначно теории этого явления. Иснула даже теория, которая говорила, что кульевые близкости не существуют. Куляста блискавка взагалі то явище рідкісне, ще рідше його вдається відзняти. Ось і з вікна знімають кулю, яка наближається до будинку. И уже на критично близькій відстані, її знову відносить у поле. Щось подібне, згідно з припущеннями, висловленими на англомовних сайтах на початку серпня очікує Південь та Схид України. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Одещина, Луганщина та Донбас. Ризикують стати полем розряду кулястих близькавок. Це може статися і в Росії, Болгарії та Хорватії. Таке нашестя пов'язують зі змінами в атмосфері. Рятуватися, якщо навколо вас кружляє близькавка, можна лише, зберігаючи олімпійський спокій, кажуть парамедики. Єдиний шанс залишатися на місці, бажано у приміщенні. Мобільні телефони та металеві речі лише притягують стихію. Самим потерпілом перевірити наявність його свідомості і наявність дихання. Зазвичай дихання вже не буде, тому треба буде починати серцево-легеневу реанімацію. Відсоток виживання є, але він не 100%, тобто навіть не 50%, але він є. Статистики загиблих від ударів близькавок в Україні не ведуть, але світові тенденції не втішні. Кількість загиблих, саме від природних катаклізмів, постійно зростає. Валентина Доброта, Катерина Мартинюк, ТСН 1+,1. Вот такой сюжет. Все ли смогли увидеть, слышать, что там говорили? Я в чат немножечко описала, о чём шла речь. Всё ли понятно, а что непонятно? Напишите мне, пожалуйста, в чат. И молчок, я так понимаю. Хорошо. Я надеюсь, так, сейчас я посмотрю, сколько у нас людей. Ага, ну, смотрят. Несколько людей. Ну, хорошо. Смотрите. Это самая рейтинговая новостная передача нашей страны. 1+,1, ТСН в 19.30, смотрят миллион. И они пожарили вот такую вот новость. Это фейк, который запустила я в рамках эксперимента. Но я не думала, что он выйдет на самый топ. И что я знала, что у нас всё достаточно печально с новостями. Но я не думала, что настолько. Откуда они это взяли? И этих экспертов, которые комментировали не до теории. Это отдельная история. Мы сейчас ещё раз посмотрим это видео. Но чуть-чуть позже я сейчас вам покажу механизм, как я всё это запускала. Смотрите. Во-первых, есть... Почему жировые молнии? Я решила проверить, как же журналисты придерживаются стандартов профессиональных, то есть проверяют информацию минимум из двух источников. И второе, насколько люди, простые люди, могут противостоять вот этим влияниям из мея. На самом деле, журналисты могли просто не взять мою информацию, и всё прошло бы к людям, к простым смертным, она бы и не дошла. Но она дошла, и очень хорошо, и гораздо лучше, чем я ожидала. О чём писать? На самом деле, я же долго работала пиарщиком, ну и писала очень много пресс-релизов. На самом деле, вот с пресс-релизов всё начинается. Я решила разослать по медиа вот такой пресс-релиз. Причём проект сначала был не на всю Украину ориентирован, а на пять областей. Вы их могли слышать в самом сюжете. Это Запорожская, Луганская, Донецкая, Николаевская и Одесская области. То есть такой юг и немножко востока Украины. О чём писать? Я не всегда понимаю, что интересно людям, но благодаря современным технологиям из-за Донбасса, не совсем. Сейчас покажу, потому что по Донбассу я не хотела отдавать файл, который мог бы навредить. Это должен был быть какой-то такой интересной информацией и в то же время, которая цепляет. Есть прекрасный сервис, который называется Google Trends. Я вам прямо сейчас напишу, кто его знает в Старе Плюсик, кто не знает, и я вам сейчас попробую. Так, секундочку, только перейду на английский язык. Называется Google Trends. О том, что ищут люди в Google. Кто они гуглят? Мы выбираем свой регион, свою страну и смотрим за неделю, за месяц или за полгода. Вот, я смотрю, это июль прошлого, уже 18-го года. Искали спорт, политика, спорт, политика, то есть там разные ивенты, разные фамилии. И в то же время, оказывается, они искали что-то о шаровых молниях. 2000 поисковых спросов. Это значит, что уже есть горячая тема. Не надо выдумывать колесо по-новому. Надо просто взять то, что уже пользуется спросом у людей. Вот, значит, тема у нас шаровой молнии. Хорошо, что дальше? Ну, вот у себя на экранах вы видите пресс-релиз. Сейчас я его разберу по косточкам, что так, какие манипуляции я там использовала. Должен быть информационный повод, чтобы журналисты эту новость опубликовали. В связи с тем, что до того, как работала пиарщиком, я работала с журналистом, притом работала и в новостных, и на новостных сайтах, и на телевидении, я примерно понимаю, что нужно с журналистом. Хорошо, информационный повод. Жители вот этих вот южных и восточных регионов нашей страны смогут увидеть шаровые молнии. Хорошо, информационный повод есть. Что дальше? Если это скажет какая-то там Алена Романюк, ей никто не поверит, потому что очень понятно, что ну как бы, ну факт, девочка непонятная девочка, непонятно откуда, кто-то взяла, что дальше. Не подходит. И есть такая манипуляционная технология, очень хорошая, и очень часто используется. Она называется подкрепление авторитетным. То есть, вы очень часто в телевизоре можете видеть, когда зовут какого-то эксперта, это, скорее всего, будет человек за 40, в галстуке, в белой рубашечке, в костюме, потому что к такому человеку обычно это мужчины, потому что к ним больше доверия, чем к блондинам, которые весят, например, 45 килограмм. Ну вот так повелось. И это уже потом ты говоришь о каких-то кейсах, которые ты сделала, о своих проектах, достижениях и дальше. Но если поставить два человека, блондинку 45 килограмм, и мужчину там 40 лет немножко с такого сединой у веса, в костюме с галстуком, доверие к нему, они еще ничего не говорили, но к нему доверия уже будет больше. Поэтому я использовала тоже вот эту технологию подкрепления авторитета. Только я придумала, вот смотрите, в первом абзаце, о том, что в Одесской и других регионах Украины ожидают появления шаровых молнии, об этом сообщили эксперты Всемирной организации управления океаном и атмосферой. Хорошо звучит, да, Всемирная организация управления океаном и атмосферой. Прекрасно. Вот, потом задаем немножечко какого, что таких вещей ожидают также в других регионах нашей страны, а также в России, Болгарии и Хорватии. Ну, как бы немножечко, немножко деталей, да, чтобы больше доверия было. Они, то есть ученые, связывают появление шаровых молний с изменениями в тектоническом строении при Украине. Это абсолютный, это абсолютный нонсенс, это вообще, ну, как бы, стол, листья 28, примерно вот так, связаны шаровые молнии и тектоника. Но почему я это взяла? Потому что, когда я написала этот пресс-релиз, потом я его начала переписывать, ну, смотреть, что поправить, что подкорректировать, он был очень правдоподобным. И я вот решила добавить вот абсурд полнейший, но сформирован правильными словами, да, правильные предложения, простые, кто, ну, то есть причинно-следственная связь, кто, что, с чем связывает. А потом есть очень крутая технология, в которой практически построены все файки. Это метод, да, методика полуправды. Потому что, когда мы говорим только правду, нас, мы не можем, у нас этим мало поля для маневра. Когда мы говорим ложь, нас очень легко опровергнуть. Но когда мы говорим немножко правды, немножко вранья, мы смешиваем, да, если взять мухи и котлеты, вот тут мухлеты. И уже отделить зерна от плевел достаточно сложно. Что бы я и сделала. На следующее предложение смотрим третий абзац, ребята. Напомним, в июле было зафиксировано 118 температурных рекордов согласно данным национального управления океана атмосферы НАСА. Это правда. Это тут была ссылка. Она вела на сайт НАСА, потому что на самом деле в июле прошлого года было зафиксировано 118 температурных рекордов во всем мире. Поэтому, если человек вроде как хочет проверить, то он идет по ссылке и видит сайт НАСА. Ну и как бы, ну сайт НАСА на английском языке. Английский язык не все знают. Ну поэтому, наверное, и правда. То есть вот такое вот подкрепление авторитетом и как бы плюс немного правды вот в этом все. Кроме того, здесь еще одна интересная технология, называется поддольные понятия. Что это такое? Смотрим. В первом абзаце у нас шла Всемирная организация управления океанной атмосферы. А вот в третьем абзаце мы называем Национальное управление океанной атмосферы. И в дужках, в скобках это называется НАСА. Уже две, два названия организации. Если мы пойдем ниже, там есть у нас контактное лицо. Такая себе Виктория Муси. И идет еще одно название. Информационная служба украинского подразделения Всемирной организации управления океанной атмосферы. На самом деле, наш мозг работает так, что он не читает вот этих больших названий, больших вот этих... Чем больше умных слов, тем больше, чем выше шансы, что их человек пропустит. Но в голове будет такое ощущение, что это что-то очень важное, потому что много букв, много слов, красивых слов, связанных слов. Значит, это правда. Так работает наш мозг, мы это не контролируем. Так делают все. Когда мы пишем... Я сейчас напишу, например, вот такое число, для нас это... Наш мозг всякие цифры пропустит. Но если я напишу, например, 8,7 миллиарда гривен, или долларов... Так, на русском перейду. 8,7 миллиарда... А что же такое? Миллиарда... Да? Миллиарда это уже намного проще, наш мозг воспринимает. Поэтому там, где цифры, там всегда очень много манипуляций. Там, где большие цифры, их всегда надо перепроверять, что с ними не так. Потому что когда идут вот такие маленькие цифры, то есть понятно, там 8 миллиардов, 6 миллионов, 6,3 миллиона и так дальше. С этими цифрами их уже надо перепроверять. А там, где большие цифры, там можно зашить туда все, что угодно. Но идем дальше, возвращаемся к нашему пресс-релизу. Так. По НАСА, по... Потому что мы... Три технологии было использованы. Основных, да? Это подкрепление авторитетом, большие красивые названия, подмена понятий, когда мы одно называем другим. Кстати, в Украине есть документальные фильмы. В Ютубе их можете найти. Фильмы Илариона Павлюка. Я вот тоже вам пишу Илариона Павлюка. Называется «Антизомби». Антизомби. На Ютубе посмотреть, пожалуйста. Очень рекомендую. Первый фильм, по-моему, в 2015 году вышел. Он на русском языке. Другой фильм, вторая часть, гораздо интереснее, но она на украинском языке. Она вышла в 2018 году. И по подмене понятий, по тому, как управлять людьми, по тому, как мы поддаёмся на влияние людей. Поэтому название – это раз, подмене понятий – это два. И этот полуправды. Потому что мы берём конкретные, ну, кроме того, что была ссылка на сайт НАСА, да, и на то, что действительно был какой-то там рекорд. Есть конкретные регионы страны. Юг. Есть конкретные страны. Россия, Хорватия, Волгария. Есть конкретные даты. С 10 по 13 августа. Кстати, знаете, почему именно эти даты? Я как раз ехала в Мелитополь. Это на берегу Азовского моря город. И я в Мелитополь, по-моему, ехала. Ну, в общем. И вести тренинг для журналистов. И думала, ну, вот как раз, чтобы там людей меньше было на пляже, я укажу вот эти даты. Вот чисто такой, знаете, как корыстный мотив у меня был, кроме всего другого. Но идем дальше. Смотрим четвертый абзац. Ученые объясняют, что причина образования шаровых молний связана с тем-то и с тем-то. Это просто копипаст из Википедии. Вот первый абзац в Википедии на шаровые молнии, только на украинском языке я сначала писала. Это просто копипаст. Ничего больше. Я даже, ну, может, какие-то просто одно предложение разбила на два. Потому что я уже говорил о том, что люди хотят простых решений, они думают простыми предложениями, поэтому никаких непричастных оборотов, никаких вот таких предложений на пять страниц или на пять строчек не надо. Чем проще будет подана информация, просто это подсказуемое, подлежащее, сказуемое, очень просто. Чем проще написано, тем легче понять. Да, ну, главные формулировки, формулировки должны быть с правильными словами, ученые связывают появление этого феномена с тем-то и с тем-то. Крой это вызывает то-то и то-то. То есть мы простыми предложениями, но такую вот информацию, которая объясняет вроде как. А на самом деле ничего не объясняет, это просто набор умных раз. Вот, потом мы смотрим, что сейчас речь идет о приезде ученых в Украину для изучения экспериментов с этими шаровыми молниями. Потом, вообще во всех пресс-релизах всегда идут цитаты, ну, как бы по канонам всем, идут цитаты каких-то экспертов. И в этом пресс-релизе сначала тоже была цитата какого-то там Джона Смита из этой всемирной организации. Но когда я прочитала вот этот пресс-релиз, я поняла, что он очень, правда, по-удобному выходит. И решила убрать цитату, но добавить такие себе советы от ученых украинского подразделения вот этой вот всемирной организации. Но советы в стиле бабы Гали из рынка, который что-то там говорит. Не паникуйте, да, вот видите. Существует теория о том, что шаровые молнии могут ощущать или чувствовать волны страха. Да, волны страха и шаровые молнии. То есть это же полный абсурд. Как казалось, но нет. Все, ну, практически все СМИ это запостили. Задержите дыхание и сядьте, а лучше ляжьте, чтобы не попасть, лягте, чтобы не попасть в поле зрения шаровой молнии. Где у шаровой молнии поле зрения? Да, ну, непонятно. Избегайте резких движений и громких звуков. Есть ли возможность, откатите от себя все металлические предметы с позиции в полуприсяде или лёжа. Дождитесь, помолния пролетит и через несколько минут продолжайте свой путь. По возможности, находитесь меньше на открытом пространстве с 10 по 13 августа. Вот такие вот советы были. На самом деле, признаюсь, я выпила там вина, а потом села вот писать вот эти советы, потому что на трезвую голову такого не придумаешь. Так, вижу, что есть какие-то общения. Сейчас отвечу. Значит, в плюсах работает, кто попал, или берут, кого попало. Раз там те люди, которые мыслят, как и большинство тех, кто не разлищает, где правда, а где лучше. Ну и не читают длинные названия организации. На самом деле, та журналистка, которая делала этот сюжет, она одна из хороших журналистов на самом деле. Я не знаю, почему так случилось, что она вот это вот сделала. То есть это для меня до сих пор загадка. Так, а пресс-релизы получают, рассматривают одни и только после передают журналистам. Просто интересно, сколько людей включилось в сознание этого сюжета. Сейчас мы рассмотрим. Смотрите, вот такой вот пресс-релиз. Что еще важно, еще на два момента обращу ваше внимание и как раз отвечу на вопрос, как же этот сюжет вышел на плюса. Сверху есть логотип организации. Видите, вот Украина, вот какая там полосочка с каким-то листиком и еще с каким-то хвостиком. Там пишет украинский педрогизм световой организации и управление океаном от атмосферы. На самом деле есть сайт для создания логотипов. То есть ты просто сидишь, выбиваешь название и тебе выдает какие-то логотипы. За одну минуту. Чтобы скачать этот логотип, надо заплатить каких-то там 2 доллара. Мне было жраль 2 доллара, поэтому я просто сделала скриншот. Поэтому этот логотип в очень плохом качестве, но он есть. Когда на почту приходит какой-то там пресс-релиз, когда есть логотип, доверий к нему больше. Еще с каким-то названием организации. И второй момент – это контактное лицо и номер телефона. Причем номер телефона, он действительно работал. Он на самом деле, я в первый день отвечала. Этот пресс-релиз я отправила на 160 электронных адресов медиа в этих пяти областей, пяти регионах нашей страны. То есть у меня 1 плюс 1 не был моей целевой аудиторией. Потому что я хотела посмотреть именно юг и восток Украины, потому что у нас идет война в стране, у нас очень много информационных вбросов, у нас очень много фейков. И было важно посмотреть, как эти чувствительные регионы реагируют на информационные вбросы и как журналисты проверяют информацию. Откуда я взяла электронные адреса? Две ночи посидеть, полазить по всем сайтам этих регионов, заходим в новости Херсон, например, новостные сайты Херсона. Входим в гугле и начинаем искать. И ходим по всем ссылкам, создаем в экстреме базу СМИ, заходим в ВКонтакты, смотрим электронный адрес, то есть это редакционные адреса. В регионах обычно у медиа нет много денег. На новостной ленте, на редакционной почте сидит какой-то журналист, выпускающий доктор, который «О, новость пришла, опубликуйте». То есть много журналистов или лентеров в регионах просто копипаст. «О, пришла новость, так надо переписать или не надо переписать?» Это уже такое. Поэтому вот эти 160 адресов и вот такой вот пресс-релиз. Так, а на смартфоне... Так, ага, это для организаторов. Эфир виснет. Возможно, проблемы с интернетом, не знаю. Смотрите на смартфоне, тогда буду стараться, чтобы, ну, как бы, все, что от меня зависит, я все сделала. Так, этот пресс-релиз я отправляю 2 августа на эти СМИ. В 2 часа дня, причем, я создала почту, почтовый ящик, начала отправлять, ну, и, как бы, знаете, вот это вот все вместе закинуло, и мне все вернулось. Поэтому пришлось вручную на 160 писем отправить. Это заняло примерно 5 часа, но первые публикации начались уже через 40 минут после того, как я отправила этот пресс-релиз. Посмотрим. заголовок, да, о чем я говорила. В августе жители Одесской области, Одесской, Херсонской, Запорожской, в зависимости от региона, да, смогут увидеть шаровые молнии. А теперь посмотрим, что публиковали в СМИ. Эксперты предупреждают о появлении в августе в Николаевской области шаровых молний. 110 тысяч просмотров. Просто сделала трафик этому сайту, да. Смогут увидеть, да, о появлении, уже появлении шаровых молний. Идем дальше. Запорожцам грозят шаровые молнии. Идем дальше. Так, почему? Стоп. Что-то у меня подвисло. Чуть сейчас назад. Вот. Жители Донецкой области будут атаковать шаровые молнии, да. То есть, видите, в пресс-релизе шла речь о том, что вот такое-то явление, будут, приедут ученые, что делать, чтобы, если вы другу увидите шаровую молнию, уже будут атаковать. в августе, в августе, в юге исток Украины атакуют шаровые молнии. Самые опасные даты названы. Идем дальше. Эксперты предупреждают, что в августе украинцы пострадают от шаровых молний. Видите, как изменяется тональность того же пресс-релиза. Вот. Это уже агрегаторы, это МИТА, у нас тоже есть Укрнет, это уже агрегаторы новостей, которые, ну, просто начали это подбирать. До 12 ночи эта информация вышла на все украинский уровень из региональных сайтов. Это новостная агенция Голос.юэй, которая написала, что эксперты предупреждают, в августе украинцы пострадают от шаровых молний. На самом деле все информационные вбросы, они живут обычно три дня. Если их поджимать, если информация действительно очень интересная. Шаровые молнии, ну, знаете, ну, такое, но эту информацию начали сами журналисты, редактора, а также другие люди шарить в фейсбуке. в виде первых пять часов 200 шаров в обычной региональной группе. Вот, сейчас я пролистаю чуть-чуть, почему она не подгружается, сейчас вот, есть, пошло. Да, 81 шар, да, 6 часов. Это во всех региональных группах шло вот такое распространение этой новости. Притом, редактора, журналисты, притом, что интересно, люди, простые пользователи, они писали в комментариях, о, загадка, шаровой молнии, наконец-то, больше не загадка, спасибо эксперту. И так дальше. Причем, эксперты предупреждают, это прекрасно. Вот, кстати, если коротко подытожить то, что я сделала. Один пресс-релиз, 160 медиа, вот здесь вы видите карты Украины и подсвечены голубым те регионы, по каким разошелся пресс-релиз. Больше 70 публикаций в первые 5 часов, больше полторы тысячи шеров на Фейсбуке за эти 5 часов. Медиа на национальном уровне опубликовали эту информацию через 7 часов. Плюс все агрегаторы новостей это начали подтягивать, причем подтягивать вот так вот хорошенько. Но что интересно, я создала почтовый ящик, который назывался NASA Ukraine. То есть вам приходит, вы редактор регионального сайта или выпускающий редактор, и вам приходит пресс-релиз от NASA Ukraine. При том, что NASA к Ukraine имеет отношение как медведей к звездам, это уже другой вопрос. Потому что большинство и медведейщиков, к сожалению, оказывается, не знают, как расшифровывается NASA. притом смотрите на название почтового ящика NASA.NASA.NASA.UKRAINE.GMAIL.COM то есть NASA NASA. Почему NASA NASA? Потому что NASA Ukraine.GMAIL.COM был занят. Поэтому была NASA.NASA. Ну, а что делать? Вот. Притом в вложениях было два файла. На украинском и на русском языке. Для того, чтобы максимально упростить работу редакторов. Чтобы вот просто о, пришел, вот на украинском, вот на русском. прекрасно копипастим и вставляем. Господи, как это будет вартись? Стоимость этого кейса 0 гривен, 0 копеек плюс мое время потраченное. Почему так? Потому что если бы у меня было, например, 200 долларов, я бы сделала еще лендинг. Вытащила код из NASA Ukraine, сделала несколько переводов их статей на украинский язык при помощи Google Translate, сделала лендинг, нашла бы какого-то дядю Васю, дядю Гришу, заплатила бы им по 50 долларов, чтобы они выспели экспертами. И которые рассказывали о шаровых молниках и о том, как космические корабли бородят просторы Вселенной. Потому что мне вот на этот номер указанный звонили очень много журналистов, очень много медийщиков. В первый день я отвечала. это был мой прокол, потому что у меня была небольшая база журналистов из Николаевской области, и вот в эту базу редакционных СМИ попал электронный адрес его коллеги, он журналист-расследователь, и ему тоже пришел этот пресс-релиз. И он пишет, мол, кто-то по всем редакциям нескольких областей Украины распространяет сомнительную, если неоткрывенно, фейковую информацию жаровых молний, в том числе в Николаевской области. Ну и он объясняет, почему эта информация сомнительная, потому что НАСА, НАСА-Украин, организация, о которой не знает Google, пресс-релиз подписан какой-то вообще непонятной подразделением непонятной организации. И вот у него внизу вы видите скриншоты того, что первых две или три страницы Google, то есть 20 или 30 ресурсов, это я еще не разослала все пресс-релизы, это я только половину где-то разослала, по половине своей базы. И он мне звонил. У меня была, так сказать, легенда, когда мне звонили, потому что по этому номеру телефону, телефона так называемая Виктория Мси, это была я, вот, но говорила, что я студентка, вот сейчас регистрируют общественную организацию, которая будет заниматься проблемами экологии, в том числе исследованием различных природных феноменов. Наше руководство сейчас входит в Америке, они ведут переговоры с НАСА, вот, то, что информация очень странная и шаровые молнии вообще как бы не доказаны, ничего не знаю, вот мне прислали, сказали распространить, вот, публиковать или не публиковать эту информацию, это на вас ответственность, я не знаю, вот, я сделала то, что у нас было, наше руководство, оно будет, вот, через два дня будет в Америке, обязательно вам перезвоним и все разъясним, вот, сейчас пока так, пожалуйста, напишите ваши вопросы нам на почту, и мы там, их рассмотрим, дадим вам ответ и так дальше. То есть, ну, бла-бла-бла, ни о чем, я не я, и хата не моя, говорят. Два, мне позвонили в три журналиста из 160 в первый день, два, это Андрей, еще один журналист из Таврийских Вестей, по-моему, где-то называется, они мне не поверили, но одна журналистка из Полтавской области, это, это Восток Украины, она почему-то написала, ну, как бы, центральный Восток, она подписала меня как эксперта НАСА, в своем телефоне, если что, она будет ко мне обращаться. И я поняла, что даже вот на такую туфту, на такую, ну, вот, на абсурд полнейший, все равно люди ведутся, если это говорить очень уверенно. Поэтому я решила не отвечать больше на звонки журналистов для того, чтобы их избавить от одного источника информации. Ну, то есть, у вас есть пресс-релиз, вы его должны еще где-то как-то проверить. Мы звоним по номеру телефона, чтобы уточнить детали, а нам не отвечают. хорошо, что мы делаем дальше как хороший журналист, да, я должна там найти какого-то эксперта. Кто может быть экспертом по шаровым молниям? Да, ну, по шаровым молниям вообще как-то эксперта найти тяжеловато, но это эксперты физики. Если это небольшой город, можно обратиться даже к учителю физики, который скажет, ну, как бы, шаровую молнию невозможно в лабораторных условиях воспроизвести, а тут как ее предсказать, сделать какой-то прогнозы их появления, это на грани фантастики. Второе, это Укргидроцентр, да, те, кто, собственно, им предсказывают, или делают, да, делают прогнозы погоды. Но никто из журналистов, кроме одного региональщика, не обратился к ним в первый день. Во второй день мне уже очень много звонили, но я не отвечала. То есть, вы должны, ребята, проверить информацию еще где-то. Идем дальше. Вот у Андрея этого в комментариях были прекрасные, просто прекрасные диалоги, это заслуживает отдельного внимания. Так, сейчас мы попробуем перевести. Вот, видите, люди в шапочке из фольги, пока далась связь с фонаромедой, то есть, там уже стебались как могли. Но это никого не остановило, пришли другие редактора, и вот женщина, которая мне звонила тоже, сказала, что вот отвечают, мне перезвонили, вот рассказала, что регистрируют организацию, в общем, все очень странно выглядит. Вот, у нас нет времени, чтобы рассматривать это все четко по комментариям. Кстати, есть такое понятие, которое называется астротурфинг, тоже вам сейчас в чатик напишу. Астротурфинг, это, астротурфинг, да, все правильно, это когда создается штучное общественное мнение в комментариях, да, при помощи ботов, троллей или фейковых аккаунтов. На самом деле, если бы у меня, опять же, стояла цель распространить эту информацию через соцсети, я бы купила каких-то там тысячу ботов за 100 долларов, даже дешевле и распространила это так, как не надо было бы с теми месседжерами, которые надо было бы сделать и дальше. Это был просто эксперимент без денег, без чего, просто ради того, чтобы проверить вот этот тезис, что половина украинцев могут отличить правду от фейка. Нет, не могут, журналисты не всегда могут это сделать. Но что интересно, есть такое издание, которое называется Бахмут вечерний. Это пророссийское издание, которое говорит о ДНР, о ЛНР, они должны отдельно все, это вся теория русского мира, и это издание, оно сразу понятно, это первое издание, которое написало fake news, неизвестная организация попугает жителей Донбасса шаровыми молниями. Вот так вот, ну то есть, на самом деле у нас в Украине очень много российских вбросов и дезинформации именно со стороны России, но пророссийские издания, или там, российские издания, они очень хорошо отслеживают фейковые новости, fake news. Украинские СМИ не смогли определить, а вот это СМИ Бахмут Вечерний, маленькая СМИ на Донбассе, которая, которая, ну, тоже постит много всякой англированной информации, искривленной информации, она сразу поняла, что это fake. Вот такая вот правда жизни, ребята. Идем дальше. На следующий день что происходит? Эту информацию уже подхватили все украинские медиа, но только сайты. Ну, ничего, один день еще поразгоняется и все затихнет. Но вечером в этот день выходит сюжет на 1 плюс 1. И если вы посмотрите, это 195 тысяч просмотров. На самом деле, перед тем, как это видео удалили из Facebook и из YouTube плюсов, было здесь 202 тысячи просмотров, а в YouTube было больше 240 тысяч просмотров. При том, что эту передачу смотрят миллионы украинцев каждый день у экранов телевизора. Поэтому мы сейчас... Ага, и что происходит дальше? Дальше все украинские СМИ и другие телеканалы также начинают постить и публиковать информацию о шаровых молниях, но уже со ссылкой на 1 плюс 1 и на ТСН. Украину атакуют шаровые молнии. В августе Украину накроют опаснейшие природные явления, как спастись. Это делает обозреватель, там 140 тысяч просмотров, плюс они делают инфографику по тем советам абсурдным, которые я давала. Дальше эту инфографику начинают припостить другие медиа, по-украински. Украина накроет опаснейшие явления и вот эта вот инфографика. Что происходит дальше? Шаровые молнии перейдут в Украину в августе. И все со ссылкой на вот этот сюжет. Давайте еще раз посмотрим вот этот сюжет. Я хочу обратить несколько акцентов несколько что было. Потому что в видеосюжетах есть несколько манипуляций во всех. Ну, почему в видео поманипулировать? Потому что есть картинка, есть звук, есть закадровый звук, и есть всегда герой. Это человек такой же как и с вами, которому мы больше верим. Почему так? Потому что сейчас во всем мире есть кризис доверия к власти и к государственным институциям. Но мы верим друг другу, мы верим людям, которые нам что-то рассказывают, например, на кухне, или нашим друзьям, или людям, которые выглядят как мы. Поэтому мы садимся, например, в баблокар и доверяем обычным попутчикам. Смотрим еще раз, я буду сейчас делать акценты, рассказывать, что тут показывают, что говорят. Еще раз, это сюжет. Да, уже в студии идет монтаж, да, видим вот этот спецэффект, шаровая молния, которая летает возле ведущей, да, вокруг ведущей. связывается с изменениями в атмосфере, да, информация из нашего пресс-релиза. Видим женщин, да, это героиня сюжета, которая говорит, что она вроде как пострадала от шаровой молнии, оставила след на ее руке. Она осталась живой. Непонятно, да, то есть показывает какую-то крышу, показывает какую-то, ну, непонятно, но объясняет это за кадром, что так вот это было. Почему мы должны в это верить? Поверь мы на слово, да? Шифер весь тут, вонарушенный. Куляста-блискавка втілила помешкання цієї жінки ще позаминулой весны, але її вигляд жінці не забути ніколи. Я как раз на ней шар. Смотрите, что это? Это говорят, что в небе на Бангкоке шаровая молния, но на самом-то деле это никакая не шаровая молния. Где они нашли эту женщину? Это вопрос, где они не нашли эту женщину. Это пролетает, господи мне, метеорит над Бангкоком, понимаете? Они это выдают за шаровую молнию. Но это видео с ютуба. Идем дальше. Куля плыве у небе над Бангкоком. Тей природный феномен може тривати від кількох секунд до кількох хвилин. Иде саме куля? Разрядиться? Передбачить, девашко. Кто это такой? Смотрите, что еще? Здесь указан источник информации. Англоязычные сайты, англомовные сайты, англоязычные сайты предполагают, что в первой половине августа юг и восток Украины накроют шаровые молнии. Вот так вот. То есть англоязычные сайты это источник информации. Притом смотрите, опять же, какой-то эксперт, который говорит, он не подписан. Скорее всего, его забыли подписать, протитровать, кто это. Но пишет, I'm physics. Ну я физик, я вам расскажу правду. Что он говорит? Что это такое? Это отец фонарка в стекле просто. Смотрим. Взагалі то явище рідкісне, щорядше його вдається відзняти. Ось і з вікна знімають кулю, яка наближається до будинку. Ну и она ушла. И уже на критично близькій відстані її знову відносить у поле. Это просто егід автомобиль. Да, и вот. Это что такое? Это д**й в небе летать. Шаровые молнии. Певдень та скид України. Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, Одещина, Луганщина та Донбас ризикуют стати полем розряду кулястих блискавок. Це може статися і в Росії, і Булгарії, і Хорватії. Таке нашестя пов'язують зі змінами в атмосфері. Тепер смотрим ще. Рятуватися, якщо навколо вас кружляє блискавка, можна лише зберігаючи олімпійський спокій. Т.е. йдет нарезка видео з Ютуба. Це дуже спространений прийом, коли роблять якісь відео, че ніхто не проверяє інформацію. На самом деле, інформація, вона дуже така вкусна. Це інформація, яку посмотрия, це інформація, яку поділяться, це інформація, яка привлекає аудиторію. Коли ми думаємо, що ми не платимо за медіа, на самом деле це ложь. Ми платимо, ми платимо нашим временем, ми платимо нашим вниманем, тому що ми комментируємо і розпространяємо. Тому що кожна медіа, відкуде діньки? Це головний питання був. Діньки діньки, т.е. відкуде діньки? І з підписки, що зараз не приходить, тому що більшість медіа переходит в інлайн-сферу, і, естественно, по підпискам дуже мало. Зараз онлайн-медиа существує, це тільки як один із форматів привлечення діньків. Діньки – це з'язоку рекламу. Откуда стоимость рекламы? Чем більше посетителей на сайті, тим більше стоимость рекламы, тим більше рекламодателі придуть і скажуть, що вони хочуть розмістити рекламу, чи маються, чи жінсу тут. Жінса, т.е. заказні матеріалу. Це віддільний розмовір. Тому, опять же, де публікують заказні матеріалу? Там є хороші охопи аудиторії, і не дуже хороші, і не дуже хороші журналисты, які не підтримуються стандарта. Тому, ви бачили цей сайт, «Николаївська» – це маленький регіональний сайт. Ну і такий трафік. Інформація вкусна. НАСА Україн, НАСА где-то що-то. Т.е. реліст був написаний правильно, правильними словами, правильними предложеннями, по стилістике правильно. І здесь сыграла ще така штука, як форма превышає смысл. Тому, коли нам говорят дуже багато умних слов, треба говорити, а в чому суть. І якщо ми не можемо объяснить, що це, якесь євлення одним простым предложенням, суть цього явленья, значить, глядясь собака зарыта, треба искати далі. Давайте досмотрим цей сюжет. Я хочу ще обратити на нескільки моментів ваше непонятнение. Єдиний шанс залишатися на місці, бажано у приміщенні. Опять же, це не шарові і молні, це просто молні. Самим потерпівним перевірити наявність його свідомості і наявність тихої. Це два союза парамедиків, і він говорить, що треба робити. Притом, скоріше всього, йому задали вопрос, а как вы, що вони роблять? і спрашиваємо людей, як ви ставили, як ви ставили, до того, що депутати запретили в Україні то потім можна зробити так по цьому поводу. Тобто, що буде робити нехороші журналисты. Нехороші журналисты це все просто зробити нарезку, а потім вставити її в любой сюжет в нужному місці. О тому, що депутати козлы, вони зробили вот то, зробили, щоб вони зробилися нормальними вещами і так далі. Тому що, опять же, що відбувається? Метод полуправды. Ми беремо частини правду, є депутаты, вони що-то прийняли, якби, а це вже ложна інформація. Але коли журналист, і, опять же, підтримання авторитетів, коли журналист з камерою, з оператором, з микрофоном підходить і говорить, а як ви відноситесь, телеканал такий-то, чоловік починається говорити своє мнення. А що треба було б зробити? Надо було б сказати, подождіть, подождіть, сейчас я, вот проверю цю інформацію, і, тому що я о такому не слышала. Коли вони приняли це? Один, два питання. А коли приняли? А хто автор такого нововведення? І потім починаються, якби, наводячі вопросы, вони зразу ставлять тупик многих людей, хто розпространяє файки. І, поєму, критичні смішення починають за вас, а не за вас і показувати, хуй схоже. Чай дихання вже не буде, тому треба буде починати серцево-легенове відімацію. Відсоток виживання є, але він не 100 відсотковий, тобто, навіть не 50 відсотковий, але він є. Статистики загиблих від ударів блискавок в Україні не беруть, але статистики від ударів молнії не відбудуть, але, але мирові тенденції, вони неуспішні, тому що кількість погибших від природних явлень, т.е. не від молні, не від шарової, а від природних явлень відбудуться з кожним годом. Відбудуться. Відбудуться. Дело в тому, що, опять же, приятна за уши. Я с этой журналістой відвічаю на вопрос лично з'язкому, я с ней пересекалась по разным темам, по которым я працювала. Відбудуться дуже хороші діляє сюжети, не манипулятивні. Я не знаю, що відбудуться. Кроме того, на одному із тренингів ми розмахуємо з колегами-журналістами тоже вот этот кейс, і вони кажуть, ну ми знаємо, Валю, она вообще одна із лучших журналістів. Що злочилось? Неизвестно, ріга. Ну, ідемо далі. Так, переходимо к нашому... А що було далі? В общем, тільки по моєму мониторингу, це ручной мониторинг, тому охваты були гразда вважає. Більше 200 СМИ опублікували цю інформацію. Більше 450 тисяч просмотров, це тільки в Фейсбуці, і в Ютубі. Я не учитываю то, що було на телеканалах, тому що менім ще один телеканал всі України снял сюжет по цьому поводу, і ще багато регіональних, тобі, сняли якісь сюжетики. І більше 200 груп і страниц розпростріли цю інформацію, кількість шерів там просто шкалює. Кожені, мені там званять на 2-й, на 3-й день, після того, як інформація попала на плюсы, її почали розпростріляти всі українські медіа. ОНН, це один, одна із інформаційних агентств в Україні, не дуже качественні, к сожалению, але вони решили зробити ексклюзив і позвонили в Укргидрометцентр для того, щоб получить какой-то коментарий ексклюзивний. Що їм сказали «Ребята, в этом че? Ну, які ж шурові молнії, ну, які прогнозы, це вообще какая-то непонятка, о чому вы говорите?» Они это публикують, конечно же, в рубрике «Ексклюзив» і говорят о том, что Укргидрометцентр опровергли информацию о нашествии шаровых молний в Україні. Опровержение опубликовали около 20 СМИ і около 10 груп в Фейсбуке. Це історія о тому, що пока правда одеває шнай, ложі вже обійдет полмира. Вся інформація она распространялась около 2 недель в українському медіапространстві і через 2 недели я опубликовала, полностью описала весь этот эксперимент от А до Я, що і як с этим, як я запускала, що я іспользовала, опубликовала це на Детекторі медіа, це один із журналістських ресурсів медіа медіа в Україні. Устал там, він вошел в топ-3 найбільше читабельних в Україні, на цьому сайті, опубликовала цю інформацію на Фейсбуке, пришло дуже багато журналистів в коментаріями, ліщиков, ломов, лідерів общественного мнения, кто-то писал, що все дуже круто, хто-то писал, що вообще нечем заняться, а вообще без муков, девочка, і так далі. Дальше из нескольких аккаунтів, то есть було как дуже багато похвал, так і дуже багато грязі. Одно зіпчення я просто запомнила, я тебе сожгу, сука, ну, тому, що, наверное, хто-то получил за непробіленню інформацію какой-то выговор, я не знаю, но, опять же, многие мені спрашивають, а тебе за це не посадили, штрафов не дали і так далі. На самом деле проблема в цьому. Эту інформацію може закинуть любой на СМИ. Ну, то есть, да, у мене немножко більше навыков, понимання, як работають медіа, що вони роблять і так далі, но у нас перед, ну, в следующем году були вибори, да, после этого файга. Я говорила, на выборах идут просто миллионы, там сотні тысяч долларов привлекают на информационной кампании. Представьте, что можно сделать с этими деньгами, если я без денег запустила такой файг. вот почему важно опровергать информацию, и я поняла, насколько все печально, и вот это исследование, которое было в 18-м году, это туфта, ну, то есть, оно показало, оно отравлено от реальности. На самом деле, очень много исследований, очень много того, что говорят теоретики, это теоретическая кобыла, которая практически не едет, да, теоретическая лошадь, которая практически не едет, к сожалению, потому что в жизни все работает немного по-другому. Что делать, если медиа опубликовала фейк? Смотрите, есть несколько, ну, главное правило, каждый может ошибиться. Мы все ошибаемся, я тоже ошибаюсь, и на такой биг новин, я тоже ошибалась, но очень важно уметь признавать свои ошибки. То есть, когда я говорю, вот, да, я опубликовала вот это, но я ошиблась, простите, не проверила информацию, посыпаю голову пеплом, больше так не буду, буду проверять информацию качественнее, буду проверять информацию более выважно, буду старательнее это делать, простите меня, извините, ошиблась, да, формируется доверие, потому что, да, мы все ошибаемся, мы все люди, но вот они сказали, чтобы оштрафовать медиа, нет, у нас такого, у нас пытаются сейчас ввести закон, протолкнуть закон о дезинформации, но, скорее всего, он не даст ничего, почему, потому что, есть качественные медиа, которые соблюдают стандарты, а есть, так называемые, сливные бочки, или сайты, мусорники, где можно разъяснить, любую новость за 100 долларов, и которые можно там распространить, притом сейчас в Украине, не знаю, как у вас в странах, напишите, пожалуйста, мне будет тоже интересно, большие информационные вбросы делают через телеграм-каналы, притом через анонимные телеграм-каналы, потом эту информацию берут в СМИ и публикуют. У нас был очень интересный кейс, когда возвращали пленных париков с России, мы очень этого ждали в Украине, ну, как бы за этой темой очень следили, и запустился ли через Незыгар, есть телеграм-канал в России, наши украинские телеграм-каналы тоже с ним связаны, тоже анонимные, опубликовали информацию о том, что вот уже летят украинские моряки домой, состоялся обмен и так дальше, ну, там, десятки медиа поехали в аэропорт, сотни медиа об этом написали, а потом, как оказалось, это файка, и на самом деле моряки вернулись только через неделю, но градус в обществе был гораздо выше, важно, что торговаться по обмену пленными, по каких-то договоренностях уже гораздо легче, когда, ну, другой стороне, когда в обществе есть, когда в обществе есть уже некий градус, да, то есть мы этого ждем, уже есть завышенные требования, и правдами-неправдами, но надо вернуть там этих моряков, даже если надо чем-то там поступиться, например, как же тогда эти сообщения, что какая-то известная личность подала в судные медиа, в основном в США такие, и тех штрафовали, да, это есть, это есть в США, но это не один, то есть там совершенно другое законодательство, и другая практика, у нас, ну, на постсоветском пространстве, такой практики нет, и медиа могут нотать любую ложь, но как-то их не штрафуют, их за это там никто и ничего им не делает, тем более мне, которая там просто, ну, просто закинула информацию. Есть медиа украинские, которые тоже дорожат своей репутацией, например, опять тот же кейс обмен на пленных моряков, есть медиа, которые извинились перед читателями, это украинские, например, это радио Свобод, которые сказали, извините, простите, мы, мы тоже повелись вот на этот файл, простите, мы были неправы, все, то есть это нормально, когда медиа извиняются, так, где я штрафуйте, зарабатывайте деньги на этих файлах, да, это можно сделать, но это не предотвратит, не предотвратит, это не предотвратит распространение файковой информации, что делать, если я опубликовала файк, во-первых, мы извиняемся, мы говорим, ребят, простите, посыпаем голову пеплом, у меня на той беде, но вы на ту сторону новостей, да, приходит постоянно очень много, ну, как бы, после того, как я опубликую, что вот такое, вот издание написало, вот фигню, приходит редактор и говорит, простите, извините, это очень приятно, потому что мы говорим, да, все ошибаются, мы тоже ошибаемся, все нормально, вы исправляли, все хорошо. Что я сделала с ТСН? ТСН, там их затегали главного редактора, новостного редактора, там, тоже он пишел в комментарии, они удалили новости с сайта, из фейсбука, из ютуба, они попросили извинения, и даже сделали небольшой видеосюжет, сюжет, сейчас мы его тоже с вами посмотрим. Смотрите. Украинцам не стоит бояться шаровых молний. метеорит пролетает в небе, да, они удалили, в чем суть, все хорошо, это хороший шаг для того, чтобы извиниться, но аудитория ТСН вечером в 19.90 это миллион. Это сюжет с извинениями, он вышел утром в 9.45 утра, если я не ошибаюсь. Там смотрят единицы новости в это время, потому что обычно никого нет дома, никого нет у телевизоров. Поэтому аудитория разная, но это уже шаг к тому, чтобы 9.45 на следующий день после того, как я написала опровержение, то есть сюжет вышел 3.45 с шаровых молниях, я там 14.45 когда уже закончилась полностью волна на шаровых молниях, написала, расписала весь этот эксперимент, написала на фейсбуке, на фейсбуке у меня затегали вот этих ребят из ТСН, им тоже кинули ссылки и так дальше, и они на следующий день после вот этого всего кипиша, вся медиатурска в Украине об этом говорила и они опубликовали вот опровержение, в тот же день вечером они удалили с сайта из фейсбука, из ютуба, уже вот сюжет с опровержением, они на следующий день в 9.45 выпустили в эфир. Вот, поэтому есть базовое правило журналистики, но теперь не только журналистики, но и каждого пользователя, который хочет понимать, что происходит, и не поддаваться на фейки. Это проверять информацию минимумом из двух источников. То есть, если мы видим где-то на одном сайте, давайте посмотрим еще первоисточник, а где, да, кто об этом сказал. вот, так, идем дальше, что у нас, потому что я вижу, что время, время уже, а я еще хочу кое-что вам рассказать сейчас, базовое правило, вот, подытоживаем, основные методы распространения файка, метод полуправды, да, когда правду и лоб смешивают, это самый основной метод, правда, вот, если вы берете какие-то актуальные темы, да, опять же, подмена понятий, когда одно называют другой, белое называют черным, одно организацию называют другим, другой и так дальше, и подкрепление авторитетом, чем больше слов, чем больше умных слов, чем какие-то такие эксперты этому верят, плюс игра на актуальности, если какая-то тема актуальная, она всегда будет вызывать эмоции, она всегда будет пользоваться повышенным спросом среди аудитории, и, скорее всего, там будут много манипуляций около этой темы, что еще важно понимать, есть ли какое-то такое понятие, как информационный вакуум, это когда есть какой-то спрос на тему, но, я думаю, что еще 15 минут я буду заканчивать, да, если, да, вот, если, если есть какая-то тема, но не хватает информации, например, тема коронавируса в последнее время, и в Украине тема очень горячая, очень плохая коммуникация со стороны власти, поэтому начинают соплодиться файки, так называемые, баба-баби сказала, сарафанное радио, потому что надо что-то говорить, а где-то кто-то что-то слышал, а кто-то не слышал, добавил свое, и так зарождаются файки, не обязательно и кто-то целенаправленно запускает, хотя, опять же, есть файки о том, что, например, есть вакцина коронавируса, ее уже продают, например, в Украине по 2,5 тысячи гривен, это по 100 долларов примерно, и люди на это ведутся, потому что есть повышенный способ, есть паник, есть эмоции, тема актуальная, подменяем понятие, даем полуправленно, все, то есть зарабатывать на этих темах достаточно просто, к сожалению, и к сожалению, люди на это ведутся. Чаще всего манипуляции там, где есть эмоции, если какая-то тема у нас вызывает повышенную эмоцию, мы хотим ей поделиться, мы хотим рассказать об этой теме, об этой новости, вот мы услышали что-то вот такое, вот все бананы, зараженные коронавирусом, нет, ребята, это файк, да, опять же, если что-то вызывает у нас злость, гнев, еще что-то, надо остановиться, скорее всего, там есть манипуляции, что мы делаем, мы откладываем эту новость на полчасика, хотя бы на 10 минут в какой-то такой себе гарантин, и потом мы вернемся к этой новости и прочитаем ее еще раз, если чем-то хочется сразу поделить, разослать в какие-то группы, в чадо кинуть, там родительские, у себя на странице, сказать себе, стоп, почему, что тут происходит, в чем суть, чаще всего манипуляции там, где цифры, это, ну, цифрами очень легко манипулировать, когда сравнивают одну страну с другой страной, когда сравнивают одни расходы с другими, когда сравнивают с процентами, поэтому цифрами это отдельная тема по манипуляциях цифрами, социология, то та же проблема, поэтому здесь надо всегда смотреть источник, надо смотреть, где и кто сделал то или иное исследование, откуда цифры, за какой год цифры, где можно проверить, и так дальше, там, зряда или примога, это в Украине, но на самом деле в странах постсоветских тоже это есть, предательство, вот этот у нас герой, а этот антигерой, вот всегда, где есть такие герои и антигерои, надо быть очень внимательными, потому что вот таких, мир не черно-белый, это надо понимать, и понимать то, что там, где нам пытаются сказать, что все очень хорошо или очень плохо, скорее всего, там где-то есть какая-то манипуляция, там где фото или видео и короткая подпись, которая формирует отношение к информации, например, по-моему, я даже вот делала слайды, это, кстати, фотография настоящая, она облетела, по-моему, республику Башкирию, она была в Российской Федерации, и она есть, была в Украине, что при предыдущей власти, что при этой, уже запускали этот файл, что мы видим на фотографии, стоит мужчина, две женщины за каким-то столиком, кроме того, одна из женщин, которая блондинка, в патье, с очень глубоким вырезом, ну и видно, что женщина не оделая нижнее белье, смотрите на подпись, даже заместитель министра социальной политики Украины, фотография настоящая, не всегда может позволить себе трусы, а вы говорите, власть живет в Украине, власть страдает вместе с народом, фотография настоящая, подпись, ну как бы, есть проблемы в Украине с достатком у людей, да, есть, у нас пенсии, низкие зарплаты, тоже не очень высокие, пенсионеры, на самом деле, в не очень хорошем состоянии, да, то есть, многие просят, много чего себе не могут позволить, и так дальше. Да, министр не женщина, а в черном, более того, ни в прошлом Кабмине, ни в теперешнем, нет женщины, которая заместитель министра социальной политики, которая блондинка. Эту фотографию, так же, как фейк, запускали против какой-то чиновницы в Башкирии, ее же запускали против какой-то чиновницы в России. На самом деле, женщина в черном платье, это стилист, по-моему, из Санкт-Петербурга. Вот, но фотография и эмоциональная подпись, которая формирует, которую разделяют читатели, она как раз таки и формирует, ну да, вот, и смотрим 23 тысячи шеров. Вот такая вот интересная история, ребята. Что делать? Во-первых, читать проверенные сни, да, то есть сделать себе список СМИ, где мы можем черпать информацию, которые извиняют за свои ошибки, которые проверяют информацию. Если информация вызывает эмоции или желание поделиться, надо остановиться и отправить эту информацию в карантин. 10 минут, потом к ней вернуться и поставить несколько вопросов. Где это произошло? В каком городе? В какой стране? Когда это произошло? Кто об этом говорит? И кто об этом сказал первым? Идем дальше. Так, сейчас. Всегда идти к первой источнику, да, то есть где информация возникла в первую очередь. Если речь идет о каких-то законах, о каких-то актах законодательных, о каких-то инициативах правительственных, всегда идем на сайты их. Если что-то касается, например, здоровья, потому что очень много тем, связанных с здоровьем, и этими темами манипулируют. Это значит, что надо идти на сайт или Министерство здравоохранения, или на сайт Всемирной организации здравоохранения, да, потому что информация, которой можно доверять, она будет там. Поставить вопрос, а может ли это быть неправильно, когда мы читаем какую-то новость? Это может быть неправда. А как мне проверить, правда, это или нет? Где еще можно проверить эту информацию? Это очень важно, потому что если информацию нигде нельзя проверить, вот, например, как с пресс-релизом по шарам молниям, где еще проверить? Ну, сайт Наста, там нет ничего. И больше нигде нет никакой информации. Так почему журналисты ее публикуют? Это же ложь. Опять же, все файлы и информационные вбросы их создают с некой целью. Надо спросить, а какая цель у этой информации? Что надо, с какой целью ее распространять? Что хотят, чтобы я сделала, да, или сделал? Так, опять же, всегда надо сохранять спокойствие, хотя у каждого из нас есть триггерные точки. и каждого из нас очень легко обмануть и ввести в, опять же, в, 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 обмануть опять. Если у вас есть какая-то информация, которую надо проверить, пожалуйста, пишите мне, нам на Путой Бигнус, мы есть в Фейсбуке, в Инстаграме, в Телеграме, есть Телеграм-канал. Это все, правда, на украинском языке, но русскоязычные новости мы тоже проверяем, и есть много файков, которые распространяются на, на, по всему, на постсоветскому пространству. Если у вас нет, нет, на самом деле, там, времени проверить, кидайте нам, мы постараемся это проверить. Я есть в Фейсбуке, если у вас есть вопросы, пожалуйста, мне пишите, я отвечаю, обычно в 20, в течение 24 часов, если не отвечаю, дергайте еще раз, может быть, да, много пишут на чатах, иногда теряются сообщения. Я есть в Телеграме, я разбираю кейсы, коммуникационные, коммуникационные вбросы, кризисные коммуникации, опять же, на украинском языке, но Google Translate, он всегда работает, я есть в Инстаграме, тоже можно там писать, кому где удобно. Я подготовила несколько запасных слайдов, этот кейс с Майклом Джеклом мы не будем сегодня разбирать, но я хочу показать, что работает, и почему много антифейковых проектов, обчекинговых проектов, они не собирают такую аудиторию. Во-первых, это скучные форматы, люди зачем приходят в соцсеть, они приходят, потому что они хотят отвлечься, мы приходим, и мы скроллим на ленту новостей, потому что в мире много проблем, дети, садики, работа и так дальше, а тут на нас еще фактчекинговые проекты, выливают много информации, сложным языком. Кто это будет читать, кому это надо? Единицы. Надо говорить на языке своей аудитории максимально просто, максимально доступно, со смехом, с юмором, с каким-то, какие-то фразы интересные, которые вот в выходе. Вот как вы рассказываете какую-то информацию своей маме, например. Мам, а знаешь что? И вот, например, также надо общаться с аудиторией. Я открыла очень классный формат, это по коронавирусу, когда вот у нас была неделя просто очень много файков и просто какие-то полностью абсурдные файки. Я открыла это, сделала как формат переписки, разошлось очень хорошо, и то, что он стал вирусным, этот пост, это просто там, скажите, пожалуйста, что коронавирус уже в Киеве, нет его в Киеве, нет его, это другой коронавирус, потому что 37 типов коронавируса, тот, который не лезет, еще не у нас. Говорят, что Укрпучта будет сжигать посылки из Китая. Нет, не будет это файк, это новость из сайта UA Review, это украинский такой юмористический сайт, который делает файковые смешные новости. Говорят, что уже зафиксировано 5 миллионов заблевших. Нет, это неправда, вот смотрите, здесь есть статистика тех, кто заболел, и тех, кто выздоровел, и тех, кто умер. Говорят, что надо пить амисон, амицитрон и другие какие-то препараты. Ребята, нет, это не влияет на то, заболеете или нет вы коронавирусом. Это никак не влияет на устойчивость организма к вирусу. Это влияет, это помогает продавать лекарства конкретным компаниям, и опять же на этих масках очень хорошо зарабатывают фармацарты. Кто создает? Опять же, я говорила о информационном вакууме, и все равно мало коммуникации и стороны власти, и стороны экспертов, люди хотят знать больше, больше информации нет, и начинают зарождать вот эти, кто это делает по незнанию, а кто-то делает, потому что это деньги. Чем больше людей там, вот буду продавать маски, буду продавать какие-то препараты без доказательного действия, это дальше. Поэтому это очень хороший такой, да, опять же, файк, который пришел к нам с России, уверен, что вот в России тоже был, родительские чатики все, по поводу Тахуна, о том, что умер мальчик в больнице, девочка в реанимации, попили водички. Ни в каком городе, ни в какой стране, никогда это случилось, ничего нет, но файк разошел со всеми родительскими чатиками, в фейсбуке, в ватсап у нас очень распространен, опять же, почему файк с Россией, потому что российская бутылка вот этого Тахуна, кроме того, если поискать в интернете, мы идем все-таки в Россию, там запустили этот файк впервые, но в Украине, после вот этой информации, что умер мальчик, девочка в реанимации, добавили еще 12 торговых марок украинских, которые говорят, что вот продукцию, эту продукцию не давайте детям, потому что она тоже, там от нее умирают дети. Вот такой вот, да, и до Тахуна добрались. Еще один прекрасный фейк, 127 тысяч шеров, московский врач-онголог запретил давать детям три популярных препарата, аноферон, норофен, виферон, они вызывают рак крови, передайте знакомым. Какой врач? На основании чего он это сказал? Если бы мы знали, что вызывает рак крови, мы бы научились это лечить, да, какие исследования? Лучшие врачи мира бьются над тем, чтобы выяснить причину найти лечение. Тут как-то московский врач-онголог, и не фамилии его, понимаете, он же сделал открытие, показывает. Опять же, что тут не так? Аноферон, норофен и виферон это торговые названия. Обычно есть препараты, которые вызывают, ну, то есть, у которых, например, препарат норофен, там действующее вещество и бупрофен. Есть препарат и бупрофен, и мед, норофен, там и пухти, одно и то же действующее вещество. Тогда почему указано торговое название? Ну, вот так. Потому что это маркетинговые войны, потому что это кому-то выгодно. В общем, да, опять же, очень хорошо заходят мемы, потому что опровергать файки, это, это нужная работа. Но, опять же, это затратно, это сложно, когда ты начинаешь зерна от плевел отделять. Иногда проще довести ситуацию до абсурда. Это у нас в Украине был фейк, который облетел тоже все, все регионы, о том, что на черной машине, черная машина без номеров или там на полицейских номерах крадет детей на органы. Вот. Ну, и он каждый раз забытал, мы просто уже задолбались, его опровергали, просто зафигачили, ты там заплесчени, да, ты успокоишься, там, замолчишь, сколько можно об этом уже говорить. Вот. Про структуру я вам сказала, поэтому, наверное, вот, коротко все то, что я хотела вам сказать, буду очень благодарю, благодарю вас за внимание, за то, что были полтора часа со мной, подписывайтесь на странички, если вам это интересно, если видите какую-то фейковую информацию, тоже присылайте ее мне, я буду ее проверять, пожалуйста, ставьте вопросы к каждой новости, которую вы видите, потому что дезинформации сейчас, к сожалению, очень много. Спасибо вам огромное, да, будем, будем как-то общаться, да, пожалуйста, мыслить критически, все, целую, пока.